Мы вновь в музеях Ватикана, но сегодня мы в гостях у папы Александра VI из семейства Борджия. После смерти папы, следующие выбранные папы не захотели жить в этих помещениях, и они надолго были закрыты. Только в 1816 году, по желанию Пия VII, сюда разместили картины. Посещая музей Ватикана, это место многие туристы проходят мимо. Здесь всегда плохое освещение, да и энергетика тоже не из лучших. Семейство Борджия занимает особое и далеко не почетное место в истории папства. Его скандальная репутация сложилась во времена правления папы Александра VI, Родриго Борджия, одного из самых развратных римских пап Средневековья, а также его сына Чезаре и дочери Лукреции. Мы, конечно, понимаем, что за века скандальная история Борджия обросла легендами и домыслами, и сегодня уже сложно отделить правду от преувеличения и вымысла. Стоит начать рассказ о Родриго Борджия еще до его рождения. Мать Родриго, будучи замужем, имела длительную связь со своим братом Альфонсо Борджия. Плодом этой связи как раз и был Родриго. Муж развелся с женой и отказался признавать ребенка. Таким образом, Родриго унаследовал имя матери и своего фактического отца. В молодости Родриго увлекался юриспруденцией. Потом ему поднадоел такой образ жизни, скучновато стало. А в то время его дядя, отец Альфонсо Борджия, сумел обмануть конклав кардиналов и надел на себя тиару, то есть стал папой римским под именем Калиста III. Он любил своего незаконно рожденного сына и сразу же вызвал Родриго в Рим, предложив ему принять санепископа. Родриго с радостью согласился с этим предложением, потому что новая должность открывала более широкие возможности для его карьеры. На посту архиепископа Родриго, как вы понимаете, долго не задержался. Он вскоре стал кардиналом и вице-канцлером Курии. Так он быстро занял вторую послепапскую должность. И тут началось. Впрочем, еще юноше он имел любовную связь с вдовой Еленой Ваноцци, подозреваемой в убийстве мужа, заставшего супругу в объятиях любовника. Когда же Елена ему надоело, Родриго начал ухаживать за ее хорошенькой дочерью Розой, ненавидящей мать за убийство отца. Она согласилась на близость с Родриго, если тот поможет избавиться от матери убийцы. На следующий день Елена Ваноцци скоропостижно скончалась, а Родриго и Роза начали наслаждаться жизнью вместе. На протяжении семи лет они наслаждались счастьем, не испытывая угрызения совести. Роза родила Родриго пятерых детей, из которых в живых остались дочь Лукреция и сыновья Франческо, Чезарь и Джифрид. Все они, согласно католическим канонам, считались незаконно рожденными, ведь руководящие деятели церкви дают обет безбрачия. Получив хорошую должность, Родриго начал прокладывать себе путь к апостольскому трону, завоевывая симпатии многих кардиналов и послов. Переписываясь с Розой, он писал «Еще немного терпения, и тот, кто слывет моим дядюшкой, оставит мне в наследство трон святого Петра». Но после смерти своего дяди-отца Альфонсо Борджия и папы римского Калиста III в одном лице, Родриго Борджия не сразу занял святой престол, но всегда надеялся, что вот-вот это произойдет. Поэтому вскоре и сама Роза с детьми тоже переехали в Рим. Родриго поселил их во дворце, расположенном в отдаленном квартале, подальше от людских глаз. Она фиктивно вышла замуж, и Родриго под предлогом визитов к своему другу навещал влюбленную, проводя ночи напролет в Оргиях, которую он устраивал с Розой, вовлекая в них дочь Лукрецию и сыновей Франческо и Чезари. В это трудно поверить, но некоторые исследователи утверждают, что Лукреция была одновременно любовницей как своего отца, так и брата Чезари. И это при том, что они и без нее имели много любовниц из богатых семей. Если там в утехах были ограничения, то Лукреция охотно исполняла все сексуальные прихоти своих родственников. В 1492 году Родриго Борджия, купивший голоса кардиналов, был избран папой под именем Александр VI. Одному из кардиналов он пообещал роскошный замок, принадлежавший лично Родриго Борджия, другому ежегодный доход в 10 тысяч дукатов. Кому-то из кардиналов были обещаны города и епископство там. Такие же доходные места были обещаны и другим членам конклава. Так, кандидат в папы купил 14 голосов. Его избрание было обеспечено. Он прошел единогласно, хотя при первом туре получил меньше одной трети голосов. И тут он еще больше вошел во вкус и дал волю страстям. Заступив на святой престол, он не забывает о своих детях. С учетом своего положения решает сделать своих детей могущественными правителями Неаполя, Венеции, Флоренции. Тут же отец решил выдать замуж Лукрецию за богатого аристократа Джованни Сфорца. По случаю бракосочетания был устроен пир. О сценах этого пира и многих других праздников можно судить по записям дневника папского секретаря Иоганна Бурхарда, который в подробностях описывает все происходящее. На пир были приглашены, как обычно, несколько порядочных проституток, называемых куртизанками. После обильного застолья начались танцы под звуки оркестра, располагавшегося в соседней гостиной. Поначалу захмелевшие гости, куртизанки и даже слуги танцевали одетые, а затем в такт музыки начали быстро обнажаться, сбрасывая с себя одежды. Канделябры с горячими свечами были убраны со стола и поставлены на пол, чтобы лучше освещать наготу танцующих и рассыпанных на полу каштанов. Ползая на четвереньках среди стоящих канделябров, куртизанки соревновались друг с другом в сборе рассыпанных каштанов. Победительниц ждали богатые подарки, разложенные тут же на креслах. Судьями были сыновья Родриго и дочь Лукреция. А затем Александр VI лично отвел молодых супругов в опочивальню, где Лукреция искусно изображала девственницу. После свадьбы она наотрез отказалась уехать из Ватикана во владение сеньора Сфорца. Она почти не покидала комнат своего отца. Так писал Иоганн Бурхарт, который добросовестно час за часом записывал все, что происходило в папском дворце. Именно благодаря ему в истории остались многочисленные разоблачения Александра VI. После смерти папы Александра VI Иоанн Бурхарт переехал в собственный дом возле Ларго Арджентина. После его смерти дневник был обнаружен в тайнике дома, но не был уничтожен и долгое время хранился в Ватиканском архиве под грифом «Секретно». А, как известно, все тайное со временем становится явным. Тем более, что папу Александра VI в Ватикане не любили. Выдав замуж Лукрецию, папа тут же находит ей замену. Влюбляется в юную девушку Джулию Форнези. Слухи о связи папы Александра VI и Джулии быстро распространились, ее стали называть папской шлюхой или невестой Христовой. Она была сестрой Александра Форнези, который в то время обвинялся в преступлении. Благодаря связи Джулии с папой, наказание за совершенное преступление было снято с брата. Более того, папа Александр VI дал сан кардинала Александру Форнези с тем, чтобы в будущем он смог претендовать на папский престол. В то время Александра Форнези за глаза шутя называли «кардиналом Фриньези», то есть если перевести, получится «кардинал женской лона». И этот кардинал уже позже стал папой и вошел в историю под именем Павел III, но это уже было намного позже, в 1534 году. А у Джулии родилась дочь, назвали ее Лаурой. Кто является отцом, муж или любовник, точно неизвестно. Сама Джулия утверждала, что им был папа Александр VI. Правду мы не узнаем, да и нужна ли она нам сейчас? Вообще про Джулию и Александра Форнези надо рассказывать отдельно, у них тоже история полна интриг. Прошло немного времени, и по политическим соображениям, папа Растор брак Лукреции с одним семейством и выдал замуж вновь за более выгодную партию. В 1501 году Лукреция выходит вновь замуж, и вновь свадьба и новый пир. Добросовестный Бурхард, конечно же, описывает и этот праздник. На ужине присутствовали все кардиналы и высшие священники. Каждый из них имел у себя под боком двух благородных блудниц, одежда которых состояла из прозрачных накидок. После ужина 50 блудниц исполнили танцы, а писать которые не позволит приличия, сначала одни, а потом с кардиналами. И в очень скором времени помог с браком и сыну Чезаре, чтобы прочно завладеть соседними землями. О знаменитых ядах Борджия стоит сказать отдельно. Используя достижения алхимиков того времени, папе и его родственникам удалось довести до совершенства способы устранения неугодных. Иногда это был укол, отравленный иглой, после которой жертва падала замертво. Этим пользовались как папа, так и его дети. Или действовали через своих сообщников. Излюбленным у этого семейства был яд, который был без запаха и цвета. Достаточно одной капли этого яда раз в неделю, и жертва умирала постепенно. Так даже было удобно замести свои следы, и никто никогда не узнает, что случилось и почему умер человек. Так Лукреция отправляла на тот свет любовников, когда хотела от них избавиться. У нее был ключ, рукоятка которого заканчивалась неприметным острием, которое она натирала ядом. Вручая ключ любовнику, чтобы открыть дверь, тот царапал руку и через сутки умирал. У Чезаря, в свою очередь, был перстень с двумя львиными когтями, изготовленных из тонкой стали. Были у него и специальные перстни с маленькими тайниками для яда. Некоторые из этих колец сохранились до наших дней. А знаменитое вино Борджия, оно имело такое свойство, действие которого сказывалось только через несколько лет. У человека выпадали зубы, волосы, и он умирал долго и мучительно. Ненависть к семье Борджия достигла предела. Постоянные грабежи, убийства, интриги, разврат. Тот же дотошный Бурхард не забыл отметить в своем дневнике, что 29 июня 1503 года, в день апостола Петра, словно в наказание за тяжкие грехи, совершенные папой и его семьей, Рим оказался во власти смерча с дождем и градом. Под порывом ураганного ветра рухнула часть постройки апостольского дворца, где в то время находился папа. Рухнувшие потолочные перекрытия придавили насмерть двух его приближенных и одного гвардейца из охраны. Но сам понтифик остался цел и невредим. Он оказался в узкой нише, образованной между тремя рухнувшими балками. Перепуганного папу в разодранной одежде пришлось вытаскивать, как из капкана. Во время воскресной мессы в соборе святого Петра Александр VI объявил, что Господь даровал ему жизнь. Однако римляне увидели в этом последнее предупреждение небес грешнику. И не ошиблись. В конце концов Александр VI погиб от собственного оружия. По одной из версий дело обстояло так. Скажем, предупреждение свыше было 29 июня 1503 года. А в августе 1503 года папа задумал очередное отравление нескольких неугодных кардиналов. План должен был осуществиться на торжественном обеде. В некоторые бутылки вина был добавлен яд. Бутылки с этим вином были отданы под надзор надежному человеку. Однако при подаче слуга перепутал бутылки, так как плохо понимал испанский язык, на котором говорили при дворе. Ведь папа был из испанского рода Борджия. И вместо кардиналов вино с ядом выпил Александр VI и его сын Чезарь. Когда папа Александр VI скончался, а умирал он мучительно, все приближенные и слуги разбежались. Оставив умирающего одного, корчится от нестерпимой боли. Убежал даже папский лекарь. Как только у папы начались судороги, дворец тут же покинула его любовница Джулия Форнези. По городу поползли слухи, что приступ начался сразу после ужина в компании сына и кардиналов. Чезарь тоже долгое время находился между жизнью и смертью. Его спасло то, что он пил вино, разбавленное водой. Поэтому яд потерял свою силу. Так, кстати, многие итальянцы пьют вино. В те времена яд широко применялся при сведении счетов. В Риме была целая секретная лаборатория по изготовлению различных ядов. Недаром римляне прозвали папскую отраву напитком Борджия. В пятницу 18 августа 1503 года колокол оповестил вечному городу о кончине папы Александра VI. И никто из кардиналов и римской знати не пришел во дворец проститься с усопшим. Рядом был до последнего один лишь верный секретарь – Иоганн Бурхард. Он распорядился обмыть покойного, перепачканного с ног до головы рвотой, и переодеть. От сильной августовской жары труп вздулся, почернел и стал разлагаться. Воспользовавшись неразберихой и подготовкой к похоронам, во дворец проникли грабители. Предполагается, что их подослал больной Чезарь Борджия. Связав гвардейцев, налетчики заставили папского казначея открыть им дверь в хранилище с сокровищами и деньгами. Даже грабители не ожидали увидеть столько денег, но уйти с награбленным им так и не удалось. Пока грабители набивали мешки, подоспела подмога, и гвардейцы закололи бандитов. Но кое-кому из них удалось спастись, и они рассказали об увиденных в Ватикане несметных сокровищах, которые папа Борджия накопил за 10 лет правления. При нем шла открытая торговля кардинальскими и епископскими званиями. Немалые средства поступали в казну и от продажи индульгенций. В те дни и прислуга апартаментов Борджия растаскивали все, что попадется под руку. Как пишет в своем дневнике Бурхарт, тащили хрусталь, посуду, ковры, канделябры, белье, оставляя только неподъемные дубовые столы, кресла и тяжелые шпалеры на стенах. Они даже добрались и до знаменитых ватиканских погребов с винами. Там они устроили шумное веселье. Напившись, они шумели и смеялись. И все это происходило в папских покоях перед портретом Папа Александра VI, перед портретом человека, жившего далеко неправедной жизнью. Под удары колокола, по дороге к собору Святого Петра потянулась траурная процессия с телом покойного на катафалке. Это было жалкое зрелище, словно хоронили не папу римского, а какого-то безродного лавочника. Неожиданно налетевший ветер поднял пыль над совсем малолюдной процессией, погасли факелы в руках сопровождающих ее полупьяных слуг, а народ, увидев траурную процессию, плевался и посылал проклятие. Но и это еще не все. То ли плотники сделали гроб слишком тесным и слишком узким, то ли тело так разбухло от жары, но в соборе пришлось, зажимая носы от нестерпимой вони, накрывать тело старым покрывалом и впихивать его в гроб ударами кулаков. На ночь тело было оставлено в соборе под охраной, боясь, что над ним могут надругаться. На следующее утро состоялось отпевание. Вонь была такая сильная, что ее невозможно было заглушить ладаном из кадильниц, а тем более близко подойти к гробу. Служба прошла очень быстро в пустом соборе в присутствии трех кардиналов и верного секретаря. Даже в органе произошла какая-то поломка, и он после первых же аккордов замолк. После службы пошел дождь. Он смывал с улицы площадей накопившуюся грязь и мусор, как последнее напоминание о покойном развратнике папе Александре VI. Так закончилась одна из самых позорных страниц в истории папства. Едва выздоровев, Чезарь оказался в плену у недругов. Но хитроумный Борджио все-таки сумел выкрутиться, заплатив за свободу. Оказавшись на воле, он прожил недолго. В 1507 году его убили, когда ему было всего 29 лет. Что же стало с Лукрецией? Она умерла в 1519 году. За несколько лет до кончины она вдруг стала очень набожной, окончательно перестала принимать гостей и сутками пропадала в храме. Возможно, почувствовала скорую смерть. Весной 1519 года она почти не вставала с постели, очень тяжело переносила беременность. При родах врачи не смогли спасти ни мать, ни ребенка. И 24 июня 1519 года Лукреция Борджио умерла в возрасте 39 лет. Роза – мать Лукреции или Ванотца. Называйте ее как хотите, а мне больше нравится имя Роза. Управляла отелем, который находится рядом с Кампо Дэй Фиори – Викколо Дель Галло. В переводе это «Периулок Петуха». Там сейчас находится Булочная. На доме остался герб. В древние времена было принято размещать свой герб на дверях, чтобы указать право собственности на здание. Герб, который находится здесь, разделен на четыре части. В нем находятся фамильные символы трех мужей Розы и Родриго Борджия. Бык – геральдический символ семейства Борджия. Скончалась Роза в возрасте 76 лет. Она была похоронена в базилике Санта-Мария-дель-Пополо рядом со своим сыном Джованни Борджия в капелле Святой Лучии, которая была украшена на ее средства фресками Пинту-Рикью. На ее надгробном камне было написано, что она была матерью четырех самых известных детей Папы Александра VI. Кардиналов смутило такое напоминание о папстве и надпись убрали из церкви. Сейчас надгробная плита вмонтирована в отделку церкви Святого Марка на площади Венеция у входа в портики со львами. После Александра VI на конклаве выбрали папу Пия III. Пий III руководил Святым Престолом недолго, всего 27 дней. Поговаривали, что его отравили. Потом на Святой Престол был выбран Юлий II, о котором мы много говорили, когда речь шла о Сикстинской капелле. Так вот, папа Юлий II, не желая жить там, где все еще чувствуется атмосфера Борджия, то есть в апартаментах Александра VI, выбрал себе апартаменты этажом выше и по совету Браманты поручил сделать росписи станц совсем молодому Рафаэлю. Художнику было тогда 25 лет. Вот так издалека я дошла до станц Рафаэля, о которых я расскажу вам в следующий раз. Хотя и апартаменты Борджия заслуживают внимания, ведь они украшены росписями Пентурикью и его учениками. Но, к сожалению, многие проходят мимо них. Вы, наверное, устали уже от одной и той же картинки, а рассказ о папе Александре VI все не заканчивается. С вашего позволения, я вставлю видео с музеев Ватикана и закончу свой рассказ, хорошо? Хочется добавить, что нравы и обычаи той эпохи имели свое своеобразие. Разгул, распущенность в эпохе Возрождения были в порядке вещей. Священнослужители содержали мясные лавки, публичные дома, монахини предавались оргиям. Писатели эпохи Возрождения сравнивали монастыри с разбойниками и публичными домами. В церквях пьянствовали и пировали. К этому можно добавить и такие факты. В 1490 году в Риме насчитывалось 6800 проституток, а в Венеции их было 11 тысяч. До наших дней дошли целые мемуары, посвященные этому ремеслу, которые писали известные кортизанки. Так что нрав папы Александра VI вовсе не исключение. От своих современников эпохи Возрождения он отличился лишь количеством, а не качеством грехов. В то время все так жили, но история папы Александра VI стала известна благодаря его секретарю, который в своем дневнике описывал все, что видел. На этом мой рассказ заканчивается. Благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. И до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok